Доброе утро, дорогие друзья! Пятница, пятница, заканчивается недельная глава ТЦВ. И мы поговорим об очень интересном, мы поговорим о кризисах с точки зрения Торы. Наша жизнь полна вот этих самых разных кризисов, причем кризисы бывают не только финансовые, глобальные. Это заблуждение, это для стран. А у человека переезд, смена работы, увольнение, конфликт, это все кризисы личные. Или семейные. Для начала мы должны помнить одну самую важную вещь, без которой ничего не получается. Есть стакан, и вот эта знаменитая история, стакан полный или наполовину пустой, или наполовину полный. Вот это важное решение в жизни, в любом случае, в любом кризисе надо принять. Надо смотреть на все с положительной точки зрения. Сложно это? Да, сложно, но тем не менее есть выражение, все к лучшему. Вот из него надо исходить. Итак, что-то произошло, произошел какой-то кризис, что-то там уволили, там муж, жена перешло, не знаю, произошло, да? Важно в этой ситуации, первое, что говорят всегда мудрецы, признайте очевидное. Если вы закрываете глаза на то, что реально происходит, все время пытаетесь закрыть на проблему, перевинести ее, это не так. Первый шаг к ликвидации проблемы, это ее признание. Второе, это еще проще, как бы, надо быть смелее немножко. Сначала проблема кажется очень большой, да вот не бери ее всю сразу. Надо решать проблему по кусочкам. Раз откусил кусочек, раз откусил кусочек, раз откусил. И так постепенно съели проблему. Второе, нельзя закрываться в этой проблеме. Одиночество там или там обиды на мир, они тоже ничего абсолютно не дадут. Все должны, вообще человечество испытывает потребность в контактах, в общении с людьми. Надо, чтобы тебя кто-то мог выслушать, надо сесть спокойно, найти какого-то человека, кому-то может что-то рассказать, поделиться. То есть ты должен вынести эту эмоцию с внешнего состояния во внутреннее. Не важно, примешь ты чьи-то советы или нет, это вообще не имеет никакого значения. Еще одна очень важная вещь, надо понять, время и силы, это вот наш основной ресурс. То, что там деньги или там здоровье, это все важно, но вот ресурс, который дан человеку, это деньги и время. Время и сила, простите, я ушел в другое. Время и силы. У нас определенная сила и определенное время, которое мы пребываем на земле. Написано, кстати, в Кабале, это я отвлекаюсь, что грехи, они уменьшают человеческую силу. Вот, но в любом случае и сила, и время заканчиваются. Поэтому надо решить, что главное в жизни, что имеет особое значение. Надо определить вот эти приоритеты. Что у меня уходит туда, что у меня уходит сюда. Как именно мы тратим время. Если вы увидите, что мы на семью тратите 15 минут, а на все остальное, то понятно, приоритеты ваши немножко не там. Еще один, пятый, так сказать, вариант. Притормаживать надо немножко. Все успеть никто не может. И вы такие же, как и все остальные, не сможете. Надо сделать окошко для себя, найти какое-то всегда для отдыха, для расслабления, для общения с дорогими людьми. Путешествие, может быть, какое-то. Мечты, это обязательно тоже. Поэтому вот именно тут надо попытаться, как бы, не впадать в черную депрессию, а наоборот, найти какие-то возможности, именно которые открываются вот в сложившейся ситуации. И если вы приняли факт, что происходит то, что с вами все происходит, не случайность, а это факт, потому что случайностей просто не существует. Случайность, это имя Бога, когда он не хочет показывать себя. И вот когда вы скажете, хорошо, что сложилось именно так, иначе я не добился бы, иначе я не сделал бы что-то не так. Вот как только вы скажете себе, что вот это не случайно, это послано мне или для испытания, или для проверки, или для улучшения, вот в этот момент вы выиграли любую ситуацию. Вот как бы тут надо попытаться подвести для себя итог. В нашей недельной главе, кстати, есть еще такие слова про... Нет, простите, это не в нашей недельной главе, это в книге Брешит, что Всемогущий даст вам милости за то, что вы отпустили вашего брата. Помните, когда там было это? Здесь мы видим вот это вот связанное с нами, вот этот аспект мера за меру. Когда человек находится в тяжелой ситуации, нуждается в спасении, что надо сделать? Надо проявить милосердие к другим. И тогда небо обязательно проявит его к тебе. Говорил Раби Зильберштейн, очень известный Ицкарк Зильберштейн. Сейчас я вспомню правильные слова. Когда человек в беде, ему особенно нужно милосердие неба. И пусть поищет кого-то, кто нуждается в помощи, пробудет в своем сердце милосердие к нему и поможет. За это ему могут послать спасение по принципу мера за меру, как сказали мудрецы. Каждый, кто проявил милосердие к творениям, его милует с небес. Понимаете, в наших руках все. Следует знать, что выдержка, вот выдержав испытание, это обязательно раскроет новые силы. Когда мы проходим какое-то препятствие, это дает нам новые возможности. И на иврите, кстати, испытание не сайон, однокоренное со словом каким? Подъем. Понимаете, нам все рассказали. Перед нами шаббат, закончилась неделя. Потрясающий день. День, когда мы остаемся один на один с собой. День, когда мы остаемся один на один с чудесным миром. Надо все-таки хотя бы в этот шаббат вспомнить, что все, что справа, все, что слева, солнце, воздух, там все это. Это так замечательно, это так нам дано. Это нам подарок с неба. Вот это улыбающиеся лица вокруг. Или наоборот не улыбающиеся. Надо сегодня попытаться изменить мир, увидеть шаббат другими глазами. И тогда все будет прекрасно. Шаббат шалом, брахава от слаха.